Подробнее о ситуации на фронте поговорим с нашим гостем, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, на связи со студией Freedom. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Давайте, наверное, начнем с того, что достаточно масштабные мы видим потери у российской армии, уже до полумиллиона они дошли. Если говорить о темпах вот этих вот потерь, охарактеризуйте, пожалуйста, насколько вообще это, скажем так, характерно для ведения боевых действий, вот такие вот потери, как долго противник сможет удерживать ситуацию, теряя по 2-3 тысячи личного состава буквально за сутки на иных направлениях? Ну, давайте говорить, что в тактике действия российского генералитета ничего не поменялось со времен Второй мировой войны. Используется тактика преимущественно личном составе, соответственно, за счет этого решения тактических и стратегических вопросов. Мобилизационный резерв Российской Федерации порядка 12 миллионов. Для сравнения, мобилизационный резерв Украины это 2,5-2,7 миллиона. То есть, если условно Украина призовет состав сил обороны Украины все мужское население в возрасте от 18 до 60 лет, все равно численное превосходство российских оккупационных войск будет порядка 1 к 4, 1 к 5. И это прекрасно понимают Российской Федерации. Данная война это война технологий. Но российская армия, она отстала в технологическом перевооружении от стран НАТО и, соответственно, сил обороны Украины. И поэтому российские командования прекрасно понимают, что единственная возможность дальнейшего продвижения вглубь украинской территории это использование тактики так называемых мясных штурмов. Если раньше, во времена Второй мировой войны, эта тактика носила название Жуковщина по фамилии маршала Жукова, то теперь в российский военный новояз вошло такое понятие, как Мурадовщина. По фамилии российского генерала Мурадов, который командовал безуспешным штурмом российских войск в районе Углидара, который привел к многочисленным потерям среди личного состава и живой техники. По поводу вашего вопроса, сколько могут продолжать? На данный момент, к сожалению, Российская Федерация имеет возможность пополнения личного состава ежемесячно порядка 40 тысяч. Это дает возможность компенсировать им потери личного состава, даже те, которые возросли с 800 за сутки до полтора тысяч за последние несколько недель. То есть порядка 40 тысяч – это как раз то количество, которое позволяет российским оккупантам вести активный характер боевых действий. Причем давайте говорить о том, что в основном это категория так называемых мобилизованных, то есть граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожья и Херсонских областей. Тотальный характер мобилизации от 18 до 65 лет. Причем такое понятие, как бабьи села есть. То есть села, в которых абсолютно не осталось мужского населения. Вторая категория – это так называемый спецконтингент К. То есть заключенные, которые по указу Путина после так называемого мятежа Пригожина имеют возможность заключать прямой договор с Министерством обороны Российской Федерации. С учетом того, что у российских тюрьмах порядка 350-400 тысяч заключенных, поэтому данное количество еще достаточно для пополнения личного состава. Ну и третья категория – это так называемые добровольцы. Причем даже со стран ближнего и дальнего зарубежья. Российская Федерация активно вербует сейчас граждан Непала, Центральной Африканской Республики, Судана, Сомали. Выплачиваем денежное довольствие в размере 500 долларов. Это копейки по сравнению с денежным довольствием российских оккупантов. Но для представителей данных стран это большие деньги и возможность заработать. Заработать на войне, на убийствах украинцев. Поэтому, ну давайте называть вещи своими именами. К сожалению, Российская Федерация имеет возможность восполнения потерь среди личного состава. И будет использоваться и в дальнейшем тактика, известная как «за ценой не постоим». То есть ничего не поменялось со времен Второй мировой войны. Плюс та же тактика «бабы еще нарожают». Поэтому это вот отношение политическое и военного руководства соответственно к жизням военнослужащих оккупационной армии. Ну и наверняка самые крупные, самые масштабные потери именно на горячих участках. Вот свежая информация с Покровского направления. Восемь сушек. Восемь сушек с начала мая приземлили силы обороны Украины. О чем говорит такое количество сбитых самолетов? Вот давайте разберем именно эту часть, составляющую авиационной поддержки этих штурмов местных на Покровском направлении. Давайте говорить, это основной фактор тактических успехов российских оккупантов. До недавнего времени тотальное превосходство в воздухе, которое позволяло наносить удары по позициям вооруженных сил Украины с безопасным для себя расстоянием с использованием соответственно КАБов и ФАБов. Бьют с расстояния до 50 километров вне зоны поражения украинской и армейской системы ПВО. Армейская система ПВО это либо ПЗРК с дальностью поражения до 5 километров, либо же соответственно системы среднего радиуса действия с дальностью поражения до 40 километров. Но то, что сейчас происходит, это говорит о возросших возможностях украинского ПВО. И соответственно стоит вопрос о смене тактики действий российских оккупантов. Если украинская сторона в ближайшее время получит обещанный Ф-16, то это будет коренным переломом, если не коренным, то существенным переломом характером боевых действий. Еще раз подчеркну, основной фактор успехов тактических российских оккупационных войск это как раз массовое применение штурмовой авиации, соответственно вертолета в огневой поддержке типа К-52 для ударов по позициям вооруженных сил Украины. Ф-16 оснащены ракетами воздух-воздух с дальностью поражения более 150 километров. Поэтому, соответственно, российские сушки не смогут зайти в зону поражения и наносить удары по позициям вооруженных сил Украины. А интенсивность ударов это порядка до 100 ударов за сутки с использованием КАП. То есть тактика выжженной земли, когда населенные пункты прекращают свое существование в том понимании, что они пригодны для проживания. Ну, я понимаю, что сейчас основное внимание на восточном плацдарме сосредоточилось. Но давайте немного поговорим о том, что на юге происходит. Там силы обороны улучшили свое тактическое положение на левом берегу Днепра в Херсонской области. А также расширяют плацдармы в районе села Крынки. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, действия ВСУ на левобережье помогают сдерживать противника на всем южном направлении. Услышим прямую речь и вернемся к обсуждению. Враг не может подтянуть, например, свою артиллерию близко к Днепру, потому что находится под огневым контролем наших вооруженных сил. Контрбатарейная борьба с правого берега, она остается за украинскими силами обороны. Подчеркиваем и говорим о том, что наши дроновые войска прижали врага, не просто прижали к земле, они заставили его зарыться в эту землю. Силы на те интенсивные штурмы, которые были до этого, сегодня россияне пытаются подтягивать, но резервов на данном этапе у них таких нет. Более того, участились случаи дезертивства, участились случаи невыхода на боевые задания именно представители российских подразделений. Вот такая обстановка, Дмитрий, как мы можем ее охарактеризовать? Влияет ли то, что происходит сейчас, опять же, в Харьковской, в Донецкой области? Оттягивает ли Россия резервы с южного направления для усиления своих позиций на востоке Украины, на вот этих вот так называемых наступлениях своих? И насколько вообще в приоритете у российского командования сейчас юг, южные регионы? Ну, южные регионы не в приоритете. Приоритет это донецкое направление, поэтому не случайное наступление на Лиманском, Бахмутском, Покровском и, соответственно, Угледарских направлениях. То есть задача оккупантов использования окна возможности до середины июня попытаться выйти к административным границам Донецкой области. По поводу южного направления. Давайте говорить о том, что данные плацдармы дают возможность ковать значительные подразделения российских оккупационных войск и, соответственно, отвлечь их от момента переброски на то же Запорожское направление в район Работино и ВРБВ, либо же на Донецкое направление. Кроме того, данные плацдармы дают возможность вооруженным силам Украины в дальнейшем развивать тактический успех в глубь территорий Херсонской области. Речь идет о том, что вооруженные силы Украины используют два основных фактора. Это первый, географический. Правый берег, контролируемый вооруженными силами Украины, он выше, нежели левый, который временно оккупированный российскими оккупантами. Плюс тактико-технические характеристики средств поражения сил обороны Украины. Они полтора-два раза превышают советские, российские, которые есть на вооружении оккупантов. Брачук уже заявил о тотальном превосходстве украинской стороны в малой авиации. Это так называемые FPV-дроны, сбрасыватели и разведывательные дроны. Причем дальность поражения FPV-дрона увеличена до 20 километров. Мы держим практически под контролем треть оккупированной территории. А что касается всей территории, то тут я еще раз подчеркиваю, основная возможность это продвижение к административным границам с Автономной Республикой Крым. Это до 60 километров, до админграниц. Для сравнения, я уже приводил в вашем эфире, расстояние от работи на доадминграниц с Автономной Республикой Крым три раза больше, 160-180 километров. Поэтому присутствие украинских войск, оно имеет и тактический, и, соответственно, стратегический характер. Причем все крики в украинских СМИ, людей, которые абсолютно не имеют отношения к армии по поводу бессмысленности пребывания украинских гарнизонов на Левом берегу, либо же, скажем так, бессмысленности принятия решений рядом военных руководителей, или, в частности, называлась фамилия Содоля, абсолютно не отвечают действительности. Еще раз подчеркну, есть продвижение вглубь территории и расширение зоны присутствия. А это серьезный фактор, который влияет на, соответственно, планы российского военного командования. Дмитрий, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда вам рады на Freedom. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, напомню, к нам присоединился. Говорили о последних событиях на фронте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!